В преддверение Победы губернатор Андрей Бочаров встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава региона поздравил фронтовиков с праздником, а также выслушал их наказы для региональной власти. Несмотря на преклонный возраст, они полны жизненной энергии и оптимизма. И вот так с улыбкой запевают фронтовые песни. Именно благодаря этим мелодиям и вере в победу ветераны, а тогда мигом повзрослевшие мальчишки и девчонки, смогли преодолеть все тяготы войны. Мария Прокопьевна Пучкова попала на фронт в 20 лет, служила радисткой на Первом Белорусском фронте, дошла до Берлина. Говорит, что и сейчас, спустя 70 лет после войны, может по звуку определить тип летящего самолета. Определяли мы самолеты, передавали зенитчикам, чтобы они их сбивали. Вот он летит где-то вверху, а ты должен по гуду его освободить. Какой летит? Или моборгировщик, или разведчик. Разведчики летят, а этот летит, потому что он очень тяжело нагружен. Вот эти частицы истории, с которых складывается общая картина Второй мировой, должны жить в памяти нынешнего и последующих поколений вечно, отметил губернатор Андрей Бочаров. Ведь именно ветераны ковали великую победу и знают ее кровавую цену. Глава региона подчеркнул, что сегодня подвиг советских солдат известен всему миру. И Сталинград для многих стран – пример стойкости и мужества. Не случайно в преддверии этого праздника наш регион посетил глава немецкого МИД Франк Вальтер Штаймайер. Выступления и министра Лаврова, и министра иностранных дел Штаймайера, они на самом деле подчеркивают величие нашей земли. Министр иностранных дел Германии, он, по-моему, откровенно все сказал. Какая позиция Германии будет в отношении тех или иных вопросов? Глава региона рассказал фронтовикам о той работе по сохранению исторической памяти, которая проводится сегодня в области. Многие воспоминания ветеранов легли в основу сборника «Уроки Победы». Его презентация состоялась на днях. Хронология военных лет запечатлена и в энциклопедии Сталинградской битвы. Энциклопедия, как в том варианте, который сейчас сделан, будет, наверное, совершенствоваться, но мы ее особенно расширять не собираемся. А к энциклопедии издать более 20, я повторяю, более 20 энциклопедических тематических справочников. Такого порядка. Авиация в Сталинградской битве, танки в Сталинградской битве. Андрей Бочаров подчеркнул, что власти региона обязательно рассмотрят эту идею. Еще одна просьба ветеранов касалась и благоустройства Волгограда. Фронтовики попросили, чтобы на улице Кирова в Кировском районе высадили больше деревьев, а по возможности даже разбили небольшой парк. Андрей Бочаров поставил задачу реализовать данную идею перед властями областного центра. А также отметил, что многие из наказов ветеранов уже выполнены. Стараемся сделать так, чтобы имена героев были увековечены на Волгоградской земле навечены. И тут задачу по маршруу Рокоссовскому. 10-й дивизии войск НКВД, где сражались и чекисты, и милиционеры, где сражались ополченцы, жители города Героя Волгограда. И многие из них погибли. Мы понимаем, что наш город и область – это на самом деле регионы государственного значения. Также ветеранам продемонстрировали меч победы с цитатой «Кто с мечом к нам придет, от него и погибнет». Такой подарок Волгограду в числе первых городов-героев на днях вручила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в честь 70-летия победы. Мария Иванченко, Максим Евсиков, телекомпания Ахтуба.